Хотел бы продолжить тему исторической памяти, применительно к школе. Для ребенка знакомство с предметом истории начинается с событий на европейском континенте. И это правильно, когда речь идет об эпохе античности или о более ранних временах. Но школьный курс построен таким образом, что и далее он как бы отцентрован по европейским событиям. Это вот то самое явление европоцентричности. Но оно неорганично для курса российской истории, который просто по естественным причинам правильно давать в разнообразном контексте, не прикладывая его все время действительно к какому-то одному шаблону, тем более к чужому. В этой логике возможно ли, скажем, не делить школьный курс на историю всеобщую и историю Отечества, а давать его цельно, как курс или как учебник истории, конечно, оцентрованный по российским событиям. И при этом соблюсти то, о чем в этой цитате говорит Кутузов, что нетрудно взять крепость, трудно компанию выиграть. А для этого нужно терпение и время. В том смысле, что работая сегодня над курсом российской истории, над российским курсом истории, важно сохранить в нем объем истории мировой, его наличие как раз и отличает нас от западных подходов. Возможно ли сегодня в такой логике работать над российским школьным курсом истории? Ну, все возможно. Это, скорее, вы должны определить. И вот господин Чубарьян, специалисты мирового класса, которые всю жизнь свою посвятили истории этой очень важной, очень интересной науки, мне всегда казалось, что важно все – события, даты, это все интересно. Но, как я себе представляю, если я не прав, вы меня поправите, все-таки сутью самой, смыслом, предметом истории является попытка понять законы развития. Что, почему происходило то или иное событие, почему оно привело к таким-то и таким-то последствиям, и что из этого вытекает. Вот это очень важно и для сегодняшнего, и для будущего любой страны, любого этноса. Для того, чтобы определить, что же мы должны делать сегодня, для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Для себя и для своих детей, для своих внуков. Вот это, мне кажется, основное. И в этом смысле, конечно, история России – это часть мировой истории. Как ее изучать, как ее разделить, мне трудно сказать, я не ставлю перед собой такой задачи. Повторяю, это должны сделать специалисты. Но то, что курсы истории у нас, в том числе, были европоцентричными, тоже ничего здесь необычного нет. Во-первых, потому что европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания. Но это в прошлом. Уже в прошлом. Почему? Потому что, ну, скажем, я не знаю, Португалия, да, у нее колония, ее Бразилия, самая большая была, да. В Португалии сегодня 10 миллионов человек, а в Бразилии – 200. В Великобритании, ну уж какая была мощная держава, и говорить нечего. В Великобритании сегодня 67 миллионов человек. А только в одном штате, в Индийском, 241 миллион. В самой крупной стране Европы, ФРГ, 84 миллиона. А в одной только провинции Гуандун в Китае – 146, 126. Вы понимаете? Конечно, конечно, это великие культуры европейские. И Россия в значительной степени часть этой культуры, основанная на том, что касается христианства. Но Россия формировалась как единая крупная мировая держава, становясь крупной державой, как многонациональное государство и многоконфессиональное. И в этом ее особенности. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура. Безусловно, мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нам выстраивать преподавание этого предмета. И когда мы сегодня говорим о том, что история России – это часть мировой культуры, просто надо, чтобы специалисты распределили, как изучать, как показать значимость нашего вклада в мировую культуру, где российская история в общем контексте, как она вплетена в общую ткань мирового развития. Это чрезвычайно важно. И, конечно, определенные акценты, безусловно, не востребованы сегодня. Но вот когда я говорил о том, что было с колониальными державами, что стало, и Россия тоже меняется. Одно дело – Россия после победы над Наполеоном Венского конгресса, другое дело – или после Великой Отечественной войны, а другое дело – сегодняшняя Россия. Надо просто смотреть на контекст исторических событий. Вот европейская цивилизация, о которой я сказал, и частью которой мы, безусловно, являемся, вот эти страны, которые некогда были великими супердержавами, они превратились в средние или малые страны. Это не значит, что они плохие или какие-то второстепенные. Совсем нет. Кроме великой культуры и истории, у них есть высокие технологии, прекрасный человеческий капитал с хорошим образованием. Это все имеет очень большое значение. Но есть одно обстоятельство, обойти которое никому не удастся. Это обстоятельство называется потенциал. Да, вот эти высокие технологии, образование – это очень важно. И для сегодняшнего, и для будущего. И качество человеческого капитала очень важно. Но это все дело наживное, как у нас в народе говорят. И, ну, скажем, посмотрим на Индию. Талантливый очень народ, целеустремленный, с таким здравом внутреннего развития. Индию добьется, он, конечно, добьется выдающихся результатов. Индия добьется выдающихся результатов в своем развитии. Сомнений никаких нет. И полтора почти миллиарда человек. Вот это потенциал. Или 10 миллионов. Тоже можно хорошо жить. Или 80. Можно хорошо жить. Можно достичь высокого качества жизни. Но это другой потенциал и другое значение в современном мире и в будущем. Но, исходя из того, как развивалась наша страна, как она развивается сегодня, как мы определяем ее будущее, конечно, нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития. Ну а как разделить частями и как лучше изучать, это вот к Чубарьяну и к вашим старшим коллегам. КОНЕЦ